Здравствуйте, уважаемые друзья! У нас сегодня опять жара, 27 градусов, вроде вечером собирается дождик пойти, пардон. И на войске дня вопрос о том, что я знаю об иммиграции через сообщество. Собственно, я сначала не врубился, о каком сообществе идет речь, потом понял, что речь идет о спонсорстве. Значит, есть такая фишка, как спонсорство людей. Либо это люди, которые находятся в беде, либо это люди, которые не проходят по другим каким-то программам и категориям, либо это беженцы там и так далее. Но это называется спонсорство. Или же какие-то локальные инициативы каких-то отдельных общин. Значит, в чем суть такого рода иммиграции? Есть всякие разные уполномоченные, ну, можно сказать, полубоговорительные организации, которые подписали контракт с министерством иммиграции. Соответственно, они могут, я прощаю, в двух словах саму систему расскажу, они могут брать определенное количество, зависимости от того, какой тип общества, потому что там есть разные варианты. Это может быть вот это вот общество, которое подписывало контракт, это может быть организация так называемых пяти, группа файф, то есть пять человек собрались, это решили сделать. Потом это может быть комьюнити спонсоршип и так далее. Смысл, опять же, в чем? Смысл в том заключается, что человек, который, точнее, не человек, а организация, а сообщество, которое имеет контракт, договоренность с министерством иммиграции, оно может спонсировать людей. И когда оно проспонсирует людей, в том плане, что оно скажет, что я беру этого человека на свои поруки, обязуюсь предоставить ему работу, обязуюсь найти ему жилье, помогать на первое время и, соответственно, помогать в течение первого года нахождения в стране. То есть в данном случае правило здесь спонсорства, оно, точнее, продолжает выдержаться в том же самом ключе, что не закон об иммиграции. Напоминаю, что для тех, кто эмигрирует как беженцы, они имеют право рассчитывать на государственную поддержку в течение одного года, потом они вольны гулять и делать все, что угодно, и государственные больше ничего не показывают, не предоставляют, не поддерживают никаким образом. Тут та же самая история, что если вас спонсирует какая-то организация, то она обязуется вам помогать в течение года и всячески вас поддерживает, скажем так. Есть другая еще история, отдельным, так сказать, ключом, отдельным направлением идущая, это история спонсирования общиной, комьюнити. Это может быть как религиозная община какая-то, так это может быть и городская какая-то община. Вот, например, небезызвестная программа города Мордон в Манитобе. Она говорит о том, что мы можем до 50 семей в год спонсировать в наш город. Но перед тем, как вы будете спонсируемы нами, вы должны будете приехать в город Мордон, вы должны будете показаться нам на глазах, вы должны будете посмотреть, где вы будете жить, вы должны будете готовы жить в сельской местности, у вас должна быть профессия такая, знаете, ну, условно говоря, после техникума, после училища, там, сварщики, там, не знаю, столяры, там и так далее, то есть такого рода вещи, такого рода профессии. И, соответственно, если вы приезжаете к нам, то есть мы вам делаем визовую поддержку, чтобы вы приехали, если вы приезжаете к нам, мы с вами беседуем, смотрим на вас со всех сторон, после этого вы проходите интервью с миграционным офицером, и если он убеждается, что вы проходите все те требования, которые предъявляются к нашей программе, к нашему стриму, то тогда мы вам выписываем письмо поддержки, и после этого вы подаете, соответственно, на Монитору про Вишел номини программ, и когда у вас письмо о том, что вас поддерживает провинция на руках, вы можете подаваться на получение федеральной миграционной визы, после этого иммигрировать. То есть вот на примере Мордена, я вам говорю, как сама эта система работает в принципе. То есть можно эмигрировать через спонсорство, через поддержку, хотя не нравится слово спонсорство, возьмите слово поддержку, через поддержку вот этих вот уполномоченных организаций, которые имеют контракт либо с провинциальными органами, либо с федеральными органами иммиграции, И, соответственно, эмигрировать через них, если вы подходите под требования как этих самых организаций, так и Министерства эмиграции, провинции или же федеральной. Такая вот ситуация с этим типом эмиграции. Надеюсь, что вас более-менее просветил. Да всем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok